У сотрудников инспекции по маломерным судам наступила горячая пора. Солнце пригревает, Волга начинает вскрываться от льда, поэтому каждый день они выходят в рейд, следят за водой. Сегодняшний предпраздничный день тоже не стал исключением. Тем более, что в выходные запланированы массовые мероприятия на берегу Котросли и надо обеспечить безопасность людей. К сотрудникам ГИМС присоединилась моя коллега Яна Хромова. Ежедневно мы выходим в маршрут до поселка Михайловского Ярославского муниципального района с целью отследить, как идет продвижение льда. Еще на прошлой неделе было организовано мероприятие в поселке Михайловском, где лед еще был прочный и позволял даже кататься. В данный момент уже вода открыта и такое наблюдается уже третий день. Предпраздничный день, но сотрудникам ГИМС отдыхать некогда. Каждый день патрулирование Волги. Вверх до Михайловского и вниз к Некрасовскому. Ситуация меняется тоже каждый день. Волга начинает вскрываться сверху от Рыбинской ГЭС и постепенно вода завоевывает все новые и новые территории. Сейчас добровась до Михайловского. Здесь вся середина реки уже очистилась. Даже у берега уже небезопасно. Ниже по течению лед как будто дышит и идет трещинами. Чем ближе к Ярославле ситуация спокойнее и больше рыбаков. В черте города открытая вода пока только у правого берега, где ТЭЦ делает сбросы. Даже посреди Волги толщина льда еще безопасна. 25 сантиметров. Толщина льда считается критической, особенно в весенний период, где-то около 15 сантиметров. Потому что происходит постоянное таяние или замерзание льда. Лед становится крайне хрупким и возможность проваливания значительно увеличивается. В настоящий момент пока в этих местах безопасно. Но я так предполагаю, что в ближайшее время выйдет в свет постановление мэрии города Ярославля о запрете выхода на лед рыбаков. Тогда в работу вступят административные комиссии, которые начнут штрафовать. Пока же рыбакам ничто не угрожает. Поэтому они наслаждаются последними днями зимней рыбалки. Посередине Волги аншлаг. Здесь ловится лещ. Вот мне все время не везло. То оборвется, то еще что-нибудь не поймает. Вот сегодня поймала пока. Пенсионерка Валентина Павловна – рыбачка с 20-летним стажем. Пристрастил ее к зимней рыбалке муж. Раньше, когда работала, говорит, ловила по выходным. Теперь каждый день выходит на 8, а то и на 11 часов до самого вечера. А дома-то не сидится? Нет. На воздух хочется. Очень увлекательно, очень хочется. Ну не поймаешь, значит не поймаешь. Мне надо такую цель ставить, что вот обязательно рыбу поймать. А что здесь главное тогда в зимней рыбалке? Азарт. Азартную и храбрую даму-рыбачку, единственную среди толпы мужчин, спасатели не упускают момент поздравить. Суступающий восьмой мордовый. Суступающий. По прогнозам, при сохранении такой же погоды вода доберется сюда через неделю. Тогда рыбакам останется котеросль. На ней, особенно у берега, лед стоит долго, до середины апреля. Сейчас его толщина 25 сантиметров. Так что в выходные ни рыбакам, ни студентам, которые планируют на центральном пляже соревнования, ничто не грозит. Яна Хромова, Александр Рябков. Ларек под снос. На улице Сергуарджиникидзе демонтирован торговый павильон. Причиной послужило решение Заволжского суда по иску управления земельных ресурсов мэрии Ярославля. Собственник должен был освободить незаконно занимаемую территорию. Однако сделать это добровольно так и не удосужился. Теперь, если горе-хозяин все-таки соберется вернуть собственность, ему нужно будет оплатить демонтаж и хранение ларька. Этот снесенный павильон стал шестым за текущий год. На следующей неделе запланирован демонтаж еще четырех временных сооружений.